Доброе утро, дорогие друзья! Заканчивается недельная глава Аваехи, заканчивается книга Брешит. Мы с вами с воскресенья будем жить уже в абсолютно новом мире, потому что духовность мира определяется той книгой Тора, которая читается. Ну а я хочу сказать сначала о коронавирусе, которым я много прочитал, что все наши современные мудрецы об этом написали. Все больше и больше возникают проблемы, очень много людей уходит. Знаете, каждое событие происходит для того, чтобы чему-то нас научить. Как заставить человека остановиться в этом беге, в этом мире, задуматься, куда он мчится, вот этот поток жизни. С утра встал, побежал, поехал, лег, взял. Как остановиться? Бог посылает какие-то изменения в мир для того, чтобы нам помочь. Бог понял, что нам надо помочь сейчас и послал к нам вот это вот как одно из самых предприходном ашреха. Таких, знаете, напоминаний о том, что не все в наших руках. Все когда говорят, когда закончится, когда все это пройдет, надо вспомнить, что не так это все просто заканчивается. Не просто так послано. Надо понять, зачем послано, чтобы понять, когда закончится. Здесь важный аспект надо понять. Переживаемый нами период сейчас очень ценен. Он дает нам возможность сделать то, что мы в другое время не сможем сделать. Остановиться, посмотреть вокруг, прервать вот этот бесконечный бег. Вот все, что происходит, это зло, но его можно обращать в добро. Бедствия, которые мы сталкиваемся, будут великим даром Всевышнего, если сумеем это сделать. Огромные духовные величины нашего народа, огромные величины мировые. Всегда, когда оказывались в ситуации тяжелых каких-то гонений, сложностей, там все, все, именно вырастали на этом. Безусловно, хочется, чтобы все были здоровы, чтобы было только добро в сегодняшней тяжелейшей ситуации. Но мы должны знать, что ситуация дает уникальную возможность построить себя. Раф Пиль сказал, что мы должны так перевернуть самих себя сегодня, как Всевышний перевернул мир пандемии и коронавирусом. Сегодня Всевышний говорит уже погромче с нами, чтобы мы услышали. Его явное послание к нам такое, невозможно дальше жить так, как мы жили еще до того, что произошло. Нужно изменить себя. И в этом изменении заложена огромная сила победы. Но только если мы не будем сидеть и продолжать жить, как жили. Надо учиться, кстати, и у наших историй, у мудрецов. Как написано было, уже спасались люди. Всевышний обращается к Машей, написано с такими словами. И я тоже услышал стенания сынов Израиля, которых порабощают египтяне. И дальше мы вспомнили свой завет. Так вот Хатам Сойфер объяснял здесь, что слово тоже означает, что не только Бог слышал в опле народа. Но и каждый слышал, как кричит от страданий ближних. То есть люди, несмотря на собственные проблемы и страдания, сопереживали другим. Не позволяли себе забыть о том, что рядом с ними есть те, кто нуждаются в помощи. Другие люди. В более сложной ситуации, в рабстве. А мы забыли. А мы забыли. Может быть именно поэтому, по такой причине, сегодня Бог послал коронавирус в мир, чтобы поменяться. Поэтому секретный код выхода из ситуации очень такой, как мы только что сказали. Попробуем применить его. Увидев какое-то страдание людей ряда, поделившись как-то своей теплотой с другими. Мы увидим, как произошло то, что произошло в Египте. Шаббат и наша недельная глава очень связаны. Гидалий Шор объясняет в комментариях главы, что обычно в свитке Торы между главами есть интервал. И этот интервал символизирует паузу, обязательную паузу, чтобы могли остановиться, осмыслить то, что прошло в той неделе. То есть это такая, знаете, шаббатный переход. Вот. Перед этой главой нет интервала. Нет интервала, эта глава на языке Торы называется закупоренная, заблокирована. Есть разные объяснения этому, но я скажу другое. Она заблокирована потому, что мы готовимся с вами перейти после шаббата в совершенно другую духовную сущность мира. Мы переходим уже в галут. То есть глава ШМОТ описывает совсем другие духовные процессы. И вот перед ними, перед этой главой нам надо понять, что мышление сужается. Мышление человека в беге, в рабстве, оно сужается. Нам надо запомнить, хотя бы для себя, что такая ситуация есть. Да, эта глава закрыта, да, нам сложно. Но мы видим все, понимаем все. И, знаете, открою один секрет, не знаю, надо о нем больше говорить. Одно из толкований, что Яков хотел сказать, когда закончится, вообще придет мышление, но не сказал. Однако в сердце, в сердце он вложил это понимание. Он научил своих детей видеть сокрытый свет во тьме. И вот эта недельная глава закрыта, повествующая о нас чале их знаний. Она говорит нам о том, что вот в следующей книге, непростой книге, мы можем найти очень серьезный свет. Когда темнее всего рассвет. Это говорили самые великие мудрецы. И два слова о шаббате. Конечно, надо отличать шаббаты. Это очень важно. Вот эта остановка важнейшая, особенно вот после главы Ваехи. Один еврей пришел к раввину, говорит, Ребе, у меня одни расходы с лавки. Он говорит, а ты в субботу торгуешь? Он говорит, ну как, в воскресенье заставляют закрываться. Если я закрою в субботу, пропал. Он говорит, смотри, ты хочешь, видал браху, 15% от бизнеса. Он говорит, ну ладно, согласен. Так вот, говорит, свои 15% я хочу получить от закрытого в субботу магазина. Ты закрывай, это будет моя доля. Тогда увидишь, как все изменится. Попробуйте остановиться в субботу. Попробуйте сделать паузу. Попробуйте вздохнуть и осмыслить прошедшую неделю. И вы увидите. И вы увидите.